День с толком Рекорд побит. Цена на бензин 95 марки достигла годового максимума. А в чем причины? И получится ли заморозить рост? Почему после проливных дождей грибов в лесах края пока немного? И стоит ли вообще в этом году ждать хорошего урожая? В Барнауле назначили судебное заседание по делу перевозчика Олега Бесчастного, обвиняемого в даче взятки, экс-замглавы города. Напомним, по данным следствия, в 2020 году Бесчастный с помощью посредника передал 2 миллиона рублей председателю комитета по дорожному хозяйству Барнаула Антону Шеломенцеву. Деньги полагались за покровительство и победу в конкурсах на обслуживание маршрутов общественного транспорта. В рамках дела имущество предпринимателя на сумму более 52 миллионов рублей, а также три легковых авто и 16 автобусов арестовали. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении осталась без изменений. Заседание пройдет 29 июля в 13 часов в индустриальном районном суде Барнаула. В Бийске задержали начальника полиции. Его обвиняют в сливе конфиденциальной информации. Сергей Ягонян имел доступ к различным банкам данных информационных систем МВД. По данным следствия, по просьбе знакомого он предоставлял информацию о тех или иных гражданах. Персональные данные Ягонян пересылал через мессенджер. На данный момент Следственный комитет готовит ходатайство об избране меры пресечения в отношении Ягоняна. Копируя из банка данных конфиденциальную информацию, содержащую персональные данные, обвиняемый пересылал ее посредством популярного мессенджера знакомому. Следствием ведет из сбора закрепления доказательств, направленных на установление иных фактов противоправной деятельности обвиняемого. В Алтайском крае, как и по всей Сибири, еженедельно дорожает бензин. Как отмечают эксперты отрасли, стоимость топлива, в том числе дизеля, по всей стране начала прибавлять с начала лета. А на днях цена бензина 95-й марки и вовсе обновила рекорд 2024 года. Насколько это бьет по карманам алтайских автомобилистов? Почему в принципе растут цены на бензин? И стоит ли ждать их стабилизации? В сюжете Елена Макаренко. Заправлялся 50-30 на той неделе. То бишь не прошло еще недели, 10 копеек есть. По 10 копеек в плюс каждую неделю за месяц 25 копеек. А если сравнивать с началом лета, говорят автомобилисты, то цена за литр бензина выросла на АЗС в среднем на рубль. И это 92-я марка. Топливо 95-й прибавило в цене еще больше, подсчитали водители. Очень дорого, особенно когда часто ездишь, и ценники постоянно растут. Нам кажется, нормальные адекватные цены на бензин. 2-3 рубля – это нормально. Нас все устраивает. Меня не устраивает, что он растет. А кому приятно? Зарплаты бы так росли, как цены на бензин растут. Я не часто езжу, но замечаю, что надолго не хватает бензину. На 500 рублей заправишься, уже ни о чем это. Это отвратительно. В какой-то экономической ситуации идет практически война, у нас бензин растет. Можно я промолчу? Без матерков. Многие автомобилисты отмечают, что и диз топлива, и бензин разных марок растут в цене каждый теплый сезон. Вот уже много лет подряд. Но в этом году темпы роста особенно заметны. Дизель в Новосибирске уже 70 рублей 25 копеек. Вот в Новосибирске. Динамику розничных цен на бензин во многом объясняют биржевые. Так в минувшую пятницу, сообщают федеральные СМИ, оптовая стоимость 95-го поставила рекорд сентября прошлого года и достигла 74 с лишним тысяч рублей за тонну или больше 56 рублей за литр. А вот как вам кажется, такой самый значительный рост, в какое время года происходит? А вот час. В этом? Да. А почему? Ну, потому что туристический сезон идет, поток машин большой, цена пошла. Ну и дефицит, наверное, бензина. Пока водители предполагают причины удорожания черного золота, эксперты разъясняют. Тотального дефицита топлива на рынке точно нет. Но 95-го бензина действительно сейчас не хватает. Причина – изменение структуры потребления топлива. Все больше водителей делает выбор в пользу 95-й марки бензина, уходя от 92-й. Но вот объемы производства высокооктанового топлива не могут сегодня закрыть повышенный спрос. Если взять 5 лет назад, то 95-го бензина на АЗС продавалось, я говорю, о Сибири, не только Алтайский край. Это было там 30-32% 95-го бензина. Остальное – это был 92-й. То за 5 лет порядка 45% новых автомобилей, которые сейчас производятся и продаются у нас в регионе – это как раз потребление 95-го бензина. На сложность с 95-м бензином накануне обратили внимание топливные ассоциации. Они направили письма вице-премьеру страны с просьбой увеличить производство высокооктановых марок бензина и установить нормы для их оптовых продаж. Мне кажется, 92-й сейчас – это не о чем, а вот 95-й, как раньше – 92-й. Стабилизировать в целом цены на топливном рынке, считают эксперты, помог бы запрет на экспорт бензина. Если с 1 августа мы увидим запрет на экспорт по бензинам и дизельному топливу, я думаю, что ситуация по цене на бирже должна стабилизироваться и не расти. То, что мы увидим какое-то резкое снижение оптовых цен, я в это не верю. Рост акцизов, налогов, тарифов, естественных монополий и еще целый ряд экономических факторов, подчеркивают специалисты, не позволят бензину подешеветь. Рост цен на топливо сейчас важно удержать ниже уровня инфляции. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. Последствия ливней минувших выходных до сих пор устраняют жители Барнаульской многоэтажки, где с потолка хлынул целый водопад. Почему люди вынуждены жить практически под открытым небом и как решить коммунальную проблему, узнала Юлия Щепина. Такой сюрприз жителей девятого этажа на Комсомольском 102 ждал в пятницу вечером. Лилии Куликовой позвонили соседи с восьмого этажа и сообщили об очередной протечке крыши. Это было, конечно, ужасно. Вот здесь висел вот такой вот пузырь. Первым делом у меня муж снял люстру, и мы хотели тихонечко пузырь выдавить. Здесь сразу порвалось, и вот этот вот. А, я здесь стояла с тадиком. И вот этот вот вид у него, это, значит, голубинный помет, замоченный такой, вонючий. Значит, он меня, конечно, накатил с ног за головой. Подтопление – не редкость для девятиэтажки, подчеркивает женщина. Причем вода может доходить до первого этажа. Последствия водопадов убирали коллективно вместе с соседями, говорят жильцы. Протекло все, разбухли двери, естественно, потому что все теперь не закрывается дверь. Эта тоже не закрывается, входная дверь. Ипсокартон, подвесной потолок. Все пошло разводами. Придется ремонт делать, белить. Многоэтажку 1974 года постройки обслуживает управляющая компания «Базис». Специалисты смогли приехать только в понедельник. Приехали представители, она почему-то не представилась, и мастер. Мастер слезал, слезал на чердак, посмотрел, значит, сказал, сами виноваты, мы тут вообще ничего, у вас не было никаких от вас жалоб. Жалобы были неоднократные, подчеркивает жительница дома. В апреле в связи с таянием снегов произошел аналогичный потоп. А между тем, самой проблеме уже больше четырех лет. Вот здесь все шло. Вот здесь, понятно, все мокрые. Мы попытались связаться с управляющей компанией, чтобы получить официальный комментарий. Однако нам это сделать не удалось. Но жителям УКА дала следующий совет. Сказали, что действительно результат должен быть, ваши действия таковы, что вы должны собрать собрание. Так как наш дом стоит, капитальный ремонт стоит на 28-й год. Это представитель администрации сказала, она смотрела документы. Хотя бы перенесли, чтобы на 25-й год. На что мы начали говорить, что как же быть летом. Провести латочный ремонт управляйка пообещала. Однако эта мера временная. В таких случаях юристы советуют возместить ущерб за испорченное имущество, обратившись с претензией в адрес управляющей компании. Ну а пока проблема не устранена, придется тазики далеко не убирать. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком. От маскировочных сетей до мототехники из Барнаула в зону СВО отправили очередной транш гуманитарной помощи. У нас больше 35 получателей. Это и Артемовское направление, Запорожье, Авдеевское направление. Отправляем и запчасти, резину, мотоциклы, газель. Затем генераторы, кучу всяких разных продуктов, сухих душек и всего того, что необходимо ребятам. В Фуре поедет и спортивный инвентарь для поддержания физической формы бойцов. Отметим, что в погрузке гуманитарной помощи приняли участие и неравнодушные жители Алтайского края, волонтерские организации, представители регионального народного фронта и даже действующие бойцы СВО. Самые дорогие подарки, конечно, это письма от детей. Это самые, наверное, что и не на есть, самые драгоценные. Ну а так, конечно, лучшие подарки, это, наверное, сейчас квадрокоптеры. Мы стараемся сейчас очень на это направление, так сказать, делать большой акцент и стараемся приобретать максимально больше квадрокоптеров. Многотонная фура с полезными и вкусными подарками уже выехала из Барнаула и прибудет на передовую в ближайшие дни. День дачника отмечается сегодня в России. Для многих, в том числе и для жителей Алтайского края, дача сейчас это место, где собирается на отдых вся семья. Но все чаще шесть соток, еще и возможность подзаработать на излишках урожая. Дарья Ерешина продолжит. Этот участок в садоводстве Янтарная под Новоалтайском никогда не пустует. Теперь сюда приезжают четыре поколения семьи Злобиных. Усилиями старших рассказывает самый зрелый член семьи Галина Степановна. Здесь когда-то появились грядки и клумбы. Она уверена, на даче должно быть красиво. Чем сложнее за розой ухаживать, чем за лилией, например? Розы даже замерзают зимой. Приходится покупать. А вот как спасаете розочки? Ну вот, высадили, сейчас спасаем. Ухаживать за дачной красотой, так же, как и за овощами, сложно, признаются хозяева. Чтобы снизить нагрузки, а урожай, например, картофеля увеличить, землю не копают, а отсыпают сверху и мультируют с удобрениями и обычной золой. В теплых грядках выращивают помидоры, огурцы, капусту и другое. А ягоду собирать особенно любит молодое поколение семьи. Излишки продают. В этом году уродилась ирга, и малина. Хозяева рассказали, что свой участок любят, но дача – это сейчас удовольствие не из дешевых. Членские взносы за содержание участка в садоводстве и коммуналка обходятся в среднем в 10 тысяч рублей за сезон. Каждый собственник платит за это. В это у нас тут входит, получается, что? Вода, а свет нет, да? Почему? Свет. Ну, в среднем вода, а свет платится тоже отдельно, конечно. Ну, затратно, конечно, затратно, но куда деваться? Нравится, если людям. Всем хочется потом в любом случае летом где-то отдохнуть, приехать после зимы, осени нашей, холодной, весны, и просто отдыхать и наслаждаться летом. Из наслаждений для детей – бассейн. Руками прадедушки семейства, брата Галины Степановны, сделаны эти качели. Мужчины на даче занимаются ремонтными и строительными работами по мере необходимости. Дом отапливается печкой, здесь тепло даже зимой. Если покупать дачу, то нужно быть готовым, потратить все свои силы, все свои нервы на вложения туда, куда ты проведешь, потом свою семью. Для тебя будет комфортно и хорошо. Не все готовы тратить время, свободное время, после работы время, отпуск время. Люди многие уезжают. У нас в городе не всегда есть где выйти, чтобы по травке попрыгать, побегать. Да. Альтернатива городским паркам? Свой собственный парк такой? Да, да, да. Как считают хозяева дачи, все затраты и моральные, и физические, и финансовые оправдываются результатом. Дача сегодня для них остается местом единения четырех поколений семьи. И это главная причина иметь свой уголок для отдыха. Дарья Ярошина, Дмитрий Денисов. День с толком. И хорошая новость не только для дачников. Дожди, наконец, сменит ясная погода, а воздух прогреется до плюс 33. Такой прогноз на эту неделю дают синоптики. Стоит ли после ливней ждать урожая грибов и много ли их сейчас в лесах края? С этим вопросом насашья мочная группа отправилась в Первомайский район. Арсений Никитин – грибник с 13-летним стажем. Тихой охотой он зарабатывает на жизнь. Говорит, в прошлом сезоне, например, за один выход в лес удавалось собирать до 250 килограммов белого гриба. В прошлом году и в позапрошлом очень много грибов было. Думаю, в этом году все-таки будет отдыхать природа. С учетом того, что сейчас у нас конец июля, грибов сильно нет, только первые начались. Поэтому урожайность в этом сезоне, по прогнозам бывалых, будет примерно вдвое меньше прошлогодней. Дождей было много, но от них пока плодятся только лесные кровососы. Их столько, что невозможно спокойно стоять на месте. А вот грибам еще нужно тепло, особенно теплые ночи, чтобы грибница, как говорят, напарилась. Но и сейчас можно попытать удачу. Сейчас лисички в этом году полезли в районе Балатин. Прямо рядом с Балатинами, то есть видимо, что тепло все равно идет от воды, от всего остального лисичек, там на самом деле много. То есть вот пока в сосновом бару сильно не находишь. Белый гриб вот в данный момент сейчас в Заринском районе, по Заринскому направлению появился, в Троицком появился. Вот здесь появился, в Первомайском районе, в Волчихо полез. Еще можно отыскать сыроежки, грузди. Как правило, грибные места остаются прежними из года в год. Кстати, урожай прошлых лет заразил жителей края грибной лихорадкой, говорит Арсений. В лес вышло очень много новичков. Даже появилась идея создать небольшой туристический кластер. И там, как на учебном полигоне, рассказывать, где искать грибы, какие можно собирать, а какие нельзя. В тематических группах на такие услуги уже есть спрос. В группах подсказывают, и немало людей с собой берет. То есть как бы, ну там договариваются, может, за какую-то плату, там за бензин. Вот мы периодически с собой людей просят, соберем, ну ради бога на бензин скидываемся, поедем, показываем, объясняем. Конечно, печально бывает, когда потом приезжаешь через три дня, а там большая толпа этого человека вместе с родственниками, с друзьями уже все собирают. Ну, куда деваться. Лучше так, чем человек найдет там бледную поганку, пожарит и не позвонит тебе, ничего не скажет после этого. С прогнозами на осень грибники пока тоже осторожны. Если в сентябре придут заморозки, то опять можно не ждать. Но пока синоптики радуют с сегодняшнего дня и до конца недели на Алтае до плюс 33. Так что можно готовить корзины. Николай Потешкин, Андрей Печоркин. День с толком. И о спорте. Дамам бесплатно на шахматном турнире красоты Алтая для представительницы прекрасного пола отменили оргсбор. Но вот других поблажек им в игре королей не нужно, доказали участницы, в числе которых чемпионка Европы среди девушек Виктория Лоскутова. Подробности в сюжете. Красоты Алтая проводятся уже в третий раз. По сути, это второй этап Кубка России среди женщин. Безусловный фаворит турнира 20-летняя Виктория Лоскутова. Четырехкратная чемпионка Сибири и чемпионка Европы среди девушек. Она уже не единожды выступала на крупных международных соревнованиях, играет в шахматы с первого класса. Безусловно, шахматы влияют вообще на всюду. Потому что ты играешь, планируешь, у тебя проходит мыслительный процесс. И потом в будущем это тебе помогает устраивать какие-то планы свои, возможно выполнять все сроки. К каждому турниру идет своя подготовка, анализ своих партий, возможно где-то улучшение дебютных расстановок и так далее. Дебют, имеется в виду это начало партии, то есть то, как мы начинаем партию. Дебютов сейчас очень много и поэтому нужно быть готовым ко всему. Параллельно с девушками в соседнем зале мужской турнир «Мемориал Василия Лепихина». В обоих спортсмены распределяются по парам путем жеребьевки, а дальше играют по швейцарской системе. Победители с победителями, проигравшие с проигравшими. Так происходит отсев по уровню рейтинга. Победа над равным или более сильным игроком добавляет баллы, проигрыш отнимает. Но если новенький, то, как правило, от него особо ничего не ждут. Все-таки есть теория вероятности и, как правило, побеждают те, которые имеют наивысший рейтинг. Ну, так бывает. Но еще раз повторюсь, что все-таки это спорт и победить может каждый. Наши спортсмены далеко не фавориты. Особенно в мужском турнире. Там есть фаворит международный гроссмейстер из Новосибирска Дмитрий Бочаров, экс-чемпион России по Блицу. То есть достаточно такой сильный соперник. Ну и другие соперники из других регионов приехали тоже именитые, титулованные. У женщин, ну, наверное, все-таки у наших девочек побольше шансов побороться за медали. Хотя тоже приехала и чемпионка сибирского федерального округа Екатерина Убиеных из Красноярска. 90 минут на партию плюс по 30 секунд на каждый ход. Бороться есть за что. Помимо призов для алтайских спортсменов, где за первое место чемпион получит 8 тысяч рублей, есть и общий призовой фонд – 100 тысяч рублей за победу. Но чтобы вступить в борьбу, требуется внести взносы от 500 рублей до 2,5 тысяч. Скидка спортсменам с высоким рейтингом. Мы сделали для женского турнира исключение. Всех участниц Алтайского края мы допустили без взноса. Призовой фонд формируется на самом деле из двух источников. Первый источник – это Федерация шахмат России, которая выделяет 400 тысяч для мужского турнира и 200 для женского. И обязательно износ от нашей Федерации – 200 тысяч у нас в мужской турнир и 150 в женский. Итоги и женского и мужского турнира подведут 29 июля. А пока трансляцию сражений можно наблюдать онлайн на сайте региональной Федерации шахмат. Дарья Ерошина, Дмитрий Денисов. День с толком. Таким был этот день. Глазами наших корреспондентов мы ждем ваших звонков. Телефон редакции 205-545. Через несколько секунд расскажем о погоде. До встречи в эфире. Продолжение следует...